Если вы в своей квартире, лягте на пол, три-четыре, пополняйте правильно движения и так далее. Значит, что такое режим дня? Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, И между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце взойдет, солнце взойдет. Видите, в этой песне есть две эмоции. Это даже не любительский стиль, это на уровне домашней тусовки. Вот, из две категории людей, которые слушают мои песни. Одним нравится, что я пою неправильно, они смеются. А другим нравится, что я пытаюсь что-то из этого выдать. В общем, всем нравится. Потому что это разлежает атмосферу. Итак, смотрите, две эмоции. То есть, тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Что это означает? Это значит, что наступила грусть, наступило какое-то вот, что-то не хватает мне в жизни. И ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. То есть, смотри, другой вариант. Восход означает счастье. Это все знают, но не знают, как это применять. Знаете, что в этом сочетании двух этих вот вещей заложено правильное отношение к жизни. Это и есть закон, который или разрушает нас, или нас создает. Все виды саморазрушения связаны с нарушением режима дня. Если вы хотите понять себя, что с вами происходит, посмотрите, как вы живете. Если вам захотелось вставать позже, значит, вы уничтожаете свою жизнь, у вас запустился механизм к саморазрушению. Если вы ложитесь позже, значит, у вас запустился механизм к саморазрушению. Если вы наедаетесь на ночь, значит, у вас механизм к саморазрушению запустился. Если вы переедаете утром, значит, у вас механизм к саморазрушению запустился. Если вы вечером тяжело трудитесь, у вас механизм саморазрушения запустился. Если вы утром суетитесь, а не молитесь и занимаетесь созерцанием, у вас механизм саморазрушения запустился. Знайте, что человек может быть стабильным, разумным, счастливым, развитым, сильным, победоносным и удачливым только в гармонии с Солнцем и Луной. Потому что эти две штуки, как Луна, это спутник Земли, вот этот спутник Земли и Солнце являются регуляторами нашей правильной жизни. То есть они создают ту атмосферу, в которой мы находимся. Или мы не позволяем им создавать эту атмосферу. Давайте разберемся, почему мы ночью-то спим в основном. Хотя в Москве многие уже ночью не спят. Почему мы все-таки ночью спим? Потому что энергия отдыха — это не что иное, как энергия Луны, чтобы вы знали. Энергия отдыха — это соединение отсутствия энергии Солнца и присутствия энергии Луны. Это дает отдых. А если увеличивается энергия Солнца и уменьшается энергия Луны, человек отдыхать не может в это время. А если даже он будет отдыхать, эффективность этого отдыха там 5-10%, не больше. Потому что отдых бывает разной глубины. И на этом все основано. Понимаете, если человек хочет оптимизм в жизни получить, оптимизм получается на восходе Солнца. А если человек хочет глубокое Знание получить, он должен получать его, когда Солнце и Луна находятся в гармонии. Это означает, что он должен до восхода Солнца это получать. Если человек хочет что-то выучить наизусть, ему надо это делать с 7 до 9 утра. Если человек хочет что-то проработать очень активно в своем сознании, волевое усилие сделать, тогда с 9 до 12. А если человек хочет стабильно трудиться, тогда с 12 до 6. А если человек хочет наладить отношения в семье, с 6 и до вечера. Если человек хочет зачинать детей, тогда ночью. Или спать. А если человек хочет делать как хочет, тогда у него будет все делаться не так, как надо. Потому что в это время он не будет со стихиями контактировать, и у него будет получаться все плохо. Например, если человек зачинает, уже Солнце восходит, и он зачинает. Это утреннее время, не темное время суток, а светлое уже. Это значит, что ребенок будет чувствительным родиться. Если человек зачинает днем, ребенок родится больным. Потому что когда зачатие происходит, холодная энергия нужна для синтеза, а не горячая. А в этот момент происходит как раз вот этот контакт, как бы сперматозоиды и циклетки. И в это время горячая энергия идет, и контакт этот делает ребенка болезненным. Ночью это должно происходить. Если ребенок рождается, но зачатие происходит на закате Солнца, то есть Солнце еще не ночь, а только закат, то ребенок психически неуравновешенным в результате рождается. И так далее. Понимаете, серьезные последствия того, что мы неправильно делаем. А теперь слушать как правильно. Когда человек должен просыпаться до того, как восходит Солнце, чтобы подготовиться к восходу Солнца в своем сердце. Что значит подготовка? Это значит переработка своей судьбы. Потому что когда Солнце восходит, оно вытаскивает из глубины судьбы ту энергию, ту энергию, с помощью которой он весь день теперь будет жить. И если энергия вытаскивается на грязь ложиться, которой мы не преработали до этого, то значит эта грязь уже соединяется с нашей судьбой и называется неудачный день. Это называется неудачный день. Понимаете? Не с той ноги встал. Так вот, человек должен встать раньше, чтобы в молитве очистить свое сердце, для того, чтобы пустить свою жизнь к новому дню. Солнце обладает силой вытаскивать у нас из сердца карму. И поэтому, когда Солнце восходит, что люди делают? Люди, птицы, муравьи, тараканы, все. Что начинают делать? Суетиться, двигаться. Допустим, вы проснулись рано, Солнце не взошло. Вы не знаете, что такое духовная жизнь, что такое очищение сердца, что такое настоящее счастье, что такое настоящее вера, что такое настоящее открытие в жизни. Что такое самое главное время в человеческой жизни? Вы не знаете в это время. Вы проснулись рано, рано, утром, темно, все спят. Вы сели. Олег Геннадь сказал, надо рано вставать. Не знаю, что делать. Готовить не хочется еще что-то. Может поспать опять? Не знаю, что делать, вообще непонятно. может подумать о чем а можно подумать точно ну хреново как-то у меня все в жизни при нового как-то все вот в это раннее утро чем люди вообще занимаются знаете вот раннее утреннее время они лежат в постели и есть только два варианта первый вариант это думать о сексе или наслаждение что одно и то же или печаль понятно да это ваша молитва потому что люди по-разному улиц некоторые люди молятся в хорошем состоянии сознания то есть это время победа над судьбой когда вы уже спать не можете глубоко и но вставать тоже не хотите вот это вот из тома когда мы в постели режим это предназначено для победы над судьбой и время не спи и вставай кудрявая в это время понятно встань пораньше встань пораньше встань пораньше только утро заиграет оборот ты увидишь ты услышишь как веселый барабанчик руки палочки кленовая берет он прям там 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 это сила утреннего времени она очень радостная оптимистичная побеждающая судьбу и так если вы проснулись раньше всех спать надо не меньше семи часов москве 7 часов людям больным 8 рак лана раньше надо легче спать то есть если вы легли 10 то встаете в 5 по крайней мере час у вас есть точно очень эффективно помолиться первое что нужно сделать нужно обязательно помыться не лицо вот так вот а надо вставать под душ мои хорошие почему потому что если человек под душем не постоял его тонкое тело грязное и он не сможет подойти к алтарю потому что нужно снять тонкую грязь себя это снимается водой по душам тоже можно что-нибудь молитвы каким попить и вы таким образом тоже очищаете свой разум с помощью молитвы когда вы под водой стоите когда вы помылись сначала человек должен сходить в туалет или сначала почистить рот зубы потом входить в туалет и потом только мыться не то что сначала помыться потом сходить туалет до чего вот туалет он опять уже загрязняет себе на тонком плане То есть, понимаете, сначала мы чистим зубы, потом там бреемся, потом входим в туалет, потом моемся, помылись, и дальше человек должен уже сразу идти к алтарю, протереть его, садиться, включать голос святого человека и молитва хотя бы полчаса, потому что 40 минут молитвы дает возможность жить в день счастливо. Больше 40 молитвы побеждают судьбу. Больше 40 минут. Двигаемся дальше, не будем прошифровывать молитву, значит вы это все сделали, потом дальше с 7 до 9 идет время, в котором можно позавтракать. Это время, когда чуть-чуть сосет в животе и возникает беспокойство. Солнце восходит, оно начинает двигать жизненный воздух в теле, появляется голод внутри, появляются мысли заботы. То есть, до этого времени вы просто сидели, что-то все плохо, не знаю, что такое молитва. Вот. А потом, когда молитва закончилась ваша, в это время, когда солнце восходит, вот как раз, пора готовить. Ой, уже время много, пора готовить, пора бегать, пора суетиться, пора там собираться на работу, пора там и так далее. Дальше, когда солнце восходит, человек начинает беспокоиться. То есть, беспокойство – признак того, что запустилась судьба. Пока солнце не взошло, судьба не запускается, это время для победы над судьбой. А когда она запустилась, уже поздно ее побеждать, уже надо дополнительные силы и дополнительный опыт в это включать. Уже поезд тронулся, понимаете, на полустаночке уже не постоишь в это время. Надо или бежать за поездом, или в нем сидеть уже в это время. А если ты в него зашел грязный, тогда тебя оттуда выгонят. Скажут, нам такие пассажиры не нужны. Нужно очиститься до того, как поезд пошел. Итак, солнце запустило поезд. Что мы кушаем утром? Если вы все-таки хотите быть здоровыми и счастливыми, знайте, что утренняя пища есть и мужская, и женская. Потому что некоторые думают, что Олег Геннадьевич советует фруктики утром есть. Я же мужик! Так вот, слушайте, мужики и женщины, и все, кто сидит в зале. Утренняя пища предназначена... Сейчас меняется же, понимаете, ситуация в мире. Я, конечно, как бы не думаю, что у нас в России так сильно, как у нас все плохо. Я буду шутить, иначе вам невозможно будет это все слушать. Итак, утреннее время предназначено для оптимизма. Есть такие продукты питания, которые как раз оптимизм человеку и дают. Если это зима, то это сухофрукты, ягоды, сушеные желательно. Это мед, это такие фрукты, как бананы, допустим, которые не сильно разгоняют энергию. Это могут быть в любой сезон апельсины, мандарины и другие сладкие цитрусовые. Это кисломолочные продукты, смешанные с чем-то сладким. Это сметана, может быть, а также творог, а также сыр, тоже смешанный. Это могут быть сыр, вот смешанный. В общем, это все смешано со сладким вкусом. Ну, то есть, это завтрак, а также орехи могут быть, это белковая уже пища сильная. Завтрак – это пища, которая соткана только из благости. Это сладкая пища, которую я перечислил сейчас, это все благостная пища. Она что делает? Она дает силу. Мужчине нужна сила, значит, больше сметаны, орехи, мед, сахар. Женщине нужна энергия любви, значит, больше ягоды, сухофрукты. Мед, можно цветочную пыльцу добавлять там и так далее. Это все тоже энергия любви, утренняя пища. Каши нельзя, потому что каши утром напрягают ум. Каша или зерно – это пища, предназначенная для дневного времени. Что она делает? Она переваривается под сильным светом солнца. Если человек зерно ест рано утром, оно ни к чему, ни к селу, ни к городу. То есть, потому что там нет… Понимаете, зерно вызревает под сильным солнцем. Если солнца нет, урожай плохой пшеницы. Зерно вызревает тогда, когда солнце очень сильное, и оно зреет именно днем зерно. Понимаете, да? Гречку можно? Гречку можно. А овсянка? А овсянка уже зерно, а гречка не зерно. Топленое масло супер. Итак, в утреннее время мы кушаем пищу, поднимающую энергию вверх. Гречка не поднимает энергию вверх, но ничего плохого в принципе не сделает. Энергию вверх поднимает мед, сухофрукты, орехи, топленое масло сливочное. Это все пища, которая поднимает энергию вверх, дает нам силы. И вот эта пища должна быть основа. А? Пшено. Пшено можно. Это не колоссия. Оно же не в колоссиях растет. Аллергия на все сладкое не может быть аллергии на все сладкое. Такого не бывает. Вы просто выберите. Есть три вида сахара. Так, человеку подходит только один, кстати, из трех видов сахара, поэтому и сахар считается ядом у врачей, потому что они не разбираются в этом вопросе. Каждому человеку из трех только один видов сахара подходит. Первый вид сахара это слекольный, второй тростниковый и третий пальмовый. Можно найти сейчас в супермаркетах все эти три вида сахара. Тростниковый, коричневый, пальмовый, он такими кусками продается. Но редко кому из нас подходит вообще. Вы знакомы всем, подходит свекольный или тростниковый. Да, лен подходит утром. А рис? Рис нет. Это зерно. Колоссия. Все, что с колоссиями, не подходит. Сахар какой подходит, как понять? Возьмите сахарную пудру, в пудру перемолите сахар и понюхайте. Если он пахнет теплым, значит не подходит. Если вообще ничем не пахнет, значит подходит. Все. Теплом пахнет, тепло от пудры идет, значит не подходит. А свежесть, если идет, тогда хорошо подходит. Утреннюю пищу запомнили? Зимой надо есть не свежую, а сухую пищу. Сухофрукты там вот это. А летом нужно есть фрукты именно с утра. Овощи с утра можно, но лучше подслащенные. И овощи только над землей, не под землей. Если вы над землей, овощи надземные, тогда нормально еще с утра. Но они должны быть сладко приготовлены, сладкий вкус. Лучше фрукты есть, а не овощи. Овощи это уже исключение, любые. А яйца это вот та пища, которую я не считаю здоровой. Поэтому я рассматриваю яйца, мясо. Это вы уже сами в тикаря, когда Олег Геннадьевич уже спит. Раз видите, что Олег Геннадьевич заснул, можно поесть мясо и спать, шлечь. Но здоровья от этого уже не будет. Вот. Ладно, это шутка. Итак, двигаемся вперед. Нет, не надо вопросов, все. Потому что мы... На что мед помазать? Вы говорите о рецептах, да, сейчас? Правда ведь? Ну, то есть вы говорите о рецептах. Мед можно смешивать с творогом, можно смешивать с утром, именно утром. Мед можно свешивать с фруктами. Берете, допустим, фрукты, да? Берете, их режете, добавляете туда меда, кушаете. Можно... Вот знаете, я вам сейчас рецепт сделаю, у вас все вопросы пропадут. Есть такой блендер, который не сок делает, а все перемалывает в пасту. Знаете, да? Рассказываю рецепт. Берете, кидаете туда порезанные яблоки, порезанную курагу, порезанные финики без косточек, чернослив, мед, льете туда, жидкий мед, наливаете воды, все это перемалываете, получается такая паста. Вы ее с утра кушаете и вперед. Вот, супер, вот этот сок, просто такой пасту, это выпиваете, вы там съедаете, у вас бодряк и супер, хватает сил на весь день. Вот вам рецепт, самый простой. А? Ягоды можно, но чтоб кислый пскус не преобладал. Мед можете просто добавлять, ну просто тепленькая водичка, можете с тепленькой водичкой мед есть, допустим, или просто ложками, как хотите. Если уж вам, как бы, сильно хочется вот чем-то смешать, смешайте, можно ложкой. А? Кофе. Ну, как вам сказать, кофе. Цикорий-то лучше, чем кофе, но это горький вкус. Горький вкус нужен, да, это хорошо, лучше в обед, а не утром. Утром только сладкий вкус нужно есть, сладкий вкус. Двигаемся дальше, все, двигаемся дальше. Зарядки лучше всего делать, самое лучшее, с 7 до 9. Лучше всего до завтрака, а не после. Завтракать можно сразу, после зарядки. Можно делать все это смещать раньше, допустим, зарядки рано утром, если времени нет, потом завтрак, и потом работа, если так вот. Вот такая последовательность. Не сначала завтракает, потом зарядка, это ничего хорошего не приведет к этому. Потом будет понос, прям на работе. Раньше всего, раньше всего. Сначала молитва, потом все остальное. Не, не обязательно связывать, никак не связывайте это с восходом солнца, связывайте с 6 утра. Все, не надо с восходом солнца связывать, никак. Все, двигаемся дальше. Значит, обед. Для русского человека, среднего пищеварения, лучше всего начинать с салата. Потом идет горячая пища и суп, и потом чуть-чуть сладкого в конце. Можно чуть-чуть тортика даже съесть в обед, ничего страшного. В конце, после питания, не слишком много. Вот. Вечером, вечернее питание такое. Вечером можно есть тушеные овощи. Если у человека слишком жарко, очень жарко, он вечером тоже фрукты ест. Если человеку холодно по жизни, он вечером ест тушеные овощи. Зерно тоже вечером есть не надо. Вот. Вечерняя пища не сладкая, не кислая, не острая. Она просто нейтральная. Ее чуть-чуть надо подсаливать, совсем чуть-чуть подперчивать. Очень мало. Вечерняя пища не должна быть слишком жирной. Она должна быть просто или овощи, или фрукты. Но лучше всего в конце, где-то за час до сна, попить горячее молоко в прикуску с медом. Или просто вечером только это есть. Если вы не наедаетесь, побольше туда топленого масла налейте и с медом прикуску пейте. Знайте, вот этот мед горячий с молоком, то есть горячее молоко с медом, это огромная сила, восстанавливающая здоровье и психику человека. Человек сразу психически расслабляет, у него успокаивается психика, снимаются все осквернения, потому что два продукта любви соединяются вместе. Мед — это продукт любви пчел. Это два самых лучших продукта на Земле. Это свежее молоко и мед. Запомните это. Когда вечером человек это пьет, он от всех на пасти избавляется. То есть вот эта пища, она благословляет его на счастливый сон и на восстановление. Сколько нужно этого пить? У всех разное пищеварение. У кого-то нет переносимости к молоку, тогда просто водичка с медом горяченькая. Да? Мед просто без молока. Кто-то не переносит молоко. Если вы переносите, тогда смотрите. Если у вас налет на языке, не надо, значит, надо уменьшать дозу. А если вы хорошо спите, у вас все нормально, налета с утра нет, значит, вот эта доза молока горячего с медом вам подходит. Молоко не вредно для человека. Молоко вредно пить, когда солнце высоко. Оно плохо переваривается. Потому что молоко — это продукт, который и создается коровой или рано утром, или поздно вечером. Поэтому и доят утром и вечером, потому что днем молоко плохо вырабатывается. Оно вырабатывается на заходе солнца и на восходе солнца. Понятно, да? И поэтому оно и переваривается в это время. Овощи тоже по цветам луны вызревают. Овости растут ночью, и поэтому они вечером хорошо перевариваются, и в обед хорошо перевариваются, а не с утра. А фрукты на восходящем солнце созревают. И поэтому их кушают с утра, чтобы они переваривались до того, как солнце в зенит вошло. Точно так же переваривается, точно так же мед — это солнечный продукт. Понятно, да? Если человек вечером ест зерно, ест мясо, если вечером наедается сильно человек, что он получает в жизни? Первое — хронические заболевания. Два — злокачественные опухоли. Три — нарушается красота гормональной функции. Четыре — нарушается сон и восстановление организма. Пять — человек получает склонность к безволию, депрессии и, в общем, сокращает свою продолжительность жизни. Поэтому вечером человек должен всячески стараться себя оградить от переедания. Это очень важно. Пищу надо пережевывать очень тщательно, медленно вечером, если вы кушаете, потому что ваша цель — просто насытить психику. Психика насыщается медленным жеванием. Если вы медленно жуете, вы наедаетесь быстрее. Вот в этом и заключается смысл. И если вам все-таки много хочется вечером кушать, кушайте одни тушеные овощи без орехов. Орехи вечером не надо есть. Тушеные овощи, чуть-чуть масла. Можно на ночь молоко, но кисломолочные продукты вечером желательно тоже не есть. Знаете, самое лучшее масло, которое только бывает в этом мире, это сливочное масло или топленое сливочное масло. Когда вы в обед готовите, лучше больше используйте его. Оно приносит здоровье. Из всех других масел, если вы хотите использовать самые легкие масла, это кукурузное, виноградное и льняное. Если человек перегревается, ему жарко все время, лучше использовать льняное масло. Оно изнутри охлаждает, хотя снаружи может нагреть. Дальше. Топленое сливочное масло всем и всегда подходит. Запомните, это самое лучшее масло. Как его использовать? Нужно взять сливочное масло. И знаете, что сливочное масло, которое продают в магазинах на 50%, это вообще не сливочное масло. Это просто различные растительные жиры добавляют сюда и все прочее. Лучше всего масло покупать у тех, кто продает его с рук. Хотя они тоже могут добавлять туда какой-то там говяжий, там свиной жир. Просто найдите человека, который действительно нормальный, адекватный. Насколько я понимаю, самые лучшие масла это там, где деревня просто производит. Где нет слишком больших мозгов для того, чтобы технологии большие делать. Просто обычный молочный комбинат, не сильно развитый. Они, по крайней мере, не сильно пудрят мозги. И обычно это не сильно дорого стоит. Вот. Ну то есть, найдите нормальное масло, килограмма два. Положите в кастрюлю, включите медленный огонь. И на этом медленном огне растопите сливочное масло. И потом там останется белый осадок снизу. И янтарная жидкость такая сверху. Эту янтарную жидкость слейте, храните в холодильнике. На ней готовьте все, что связано с тем, чтобы жарить, парить, варить там и так далее. Запомните, самая лучшая пища – это печеная пища и тушеная пища. Печеная пища, она дает человеку хорошее пищеварение и хороший иммунитет. А пареная пища, то есть, когда на пароварке, допустим, готовится там, и пареная пища, то есть, на воде, да, готовится на воде, эта пища, она снимает напряжение, воспалительные процессы и расслабляет, успокаивает человека. Жареная пища тоже хорошо, но ее можно кушать только в обед, только немного. Она усиливает пищеварение и может его воспалительные процессы в организме вызвать. СВЧ-печь подарите соседу или выкиньте со своего этажа. Это яд, это яд, разрушающий жизнь. Самая лучшая огонь – это огонь солнца. На втором месте стоит огонь, который происходит из дров. На третьем месте огонь каменного угля. Дальше идет огонь газа. Следующий огонь – это электрический огонь. Самый плохой, но приемлемый для того, чтобы жить нормально. Если вы пользуетесь огнем сверхвысокой частоты, этот огонь полностью разрушает здоровье. Даже разогревать пищу на нем нельзя. Это яд. Выкиньте эту СВЧ-печь из своего дома. Ни в коем случае. Если хотите, можете дальше развить эту тему и пользуйся огнем ядерно-магнитного реактора. Там ядерного реактора. Это следующая уже стадия, понимаете, огня. Тоже интересно попробовать. Значит, в салаты хорошо добавлять льняное масло, подсолнечное масло, кукурузное масло, оливковое масло. Но еще лучше салат делать со сметаной. Это самый лучший салат – это салат со сметаной, самый здоровый. Ну, это так, немножко пропитание. Больше всего кушать надо в обед. Можно наедаться хорошо в обед. В обед солнце само переваривает пищу. Да, солнце высоко, оно само все переваривает, и вы будете здоровыми. Если вы съели много в обед, вы никогда не будете толстеть. Знаете, когда люди толстеют? Человек толстеет только с 6 вечера до 6 утра. Когда человек после 6 вечера поел плотно, в это время он толстеет. Человек худеет с 6 утра до 12 дня. Поэтому, если вы хотите похудеть, кушайте только в обед. Утром не ешьте, вечером не ешьте. Вы будете худеть очень хорошо. Хотя в обед вы можете наедаться по полной программе. Потому что утром все будет рассасываться. Утром человек худеет с утра. Как еще худеть? Можно, допустим, пить с утра свекольный сок. Свекла увеличивает выход жира из организма. Именно свекольный сок можно пить с утра. И тогда вы будете худеть. Какое количество горного овоща? Немного. Можно подслашивать его. Тяжело пьется. Можно каждый день, да. Сельдерей? Сельдерей в обед – это корень. Мужчинам лучше есть корнеплоды, которые растут под землей. Это увеличивает мужскую силу. А женщинам лучше есть овощи, которые растут под землей. Это улучшает женские гормоны. Корни сильнее всего действуют, когда они сырые. Поэтому, если человек сырые корни ест, в салат добавляет мужчина. Сельдерей у него возможность бесплодие мужское есть вылечить очень реально. Самый лучший способ лечить мужское бесплодие – это много двигаться. Чаще всего мужчина перегревается. У него перегрев половых органов идет. Поэтому закаливание – раз. Движение – спорт – два. И корнеплоды – свежие – три. Это три залога для лечения мужского бесплодия. Лечение женского бесплодия. Земля и вода – раз. Овощи над землей – два. И посты – три. То есть очищение организма с помощью поста. Чтобы поправиться, нужно тушеные овощи есть по вечерам. Тогда вы поправитесь. Теперь у меня прям вопрос. Скажите, пожалуйста, вам нужны такие лекции или нет? Или мне их не читать дальше? Кто считает, что очень скучно и тяжело? Поднимите руку. Никто не считает. Но эта лекция тяжелая. Это не как обычно я читаю. Вы хотите следующую такую или нет? Это просто был эксперимент. Вы получили что-то сегодня? Мы двигаемся дальше? Имейте в виду, что если ползала будет в следующий раз, я потом буду вас опять развлекать в семейной жизни. Мы с вами так договорились. У нас осталось 30 минут. Я вам расскажу сейчас что-то другое. Мы с вами немножечко продвинулись вперед по здоровой жизни. Эта тема необъятная. Я буду потихонечку дальше идти. Надеюсь, что мы с вами ее потихоньку разберем. Сейчас я хочу вам кое-что сказать другое. Немножко из другой области. Давайте поговорим с вами о злокачественных опухолях. Нормально? Основная причина злокачественных опухолей является забивание вот этих тонких каналов. Там есть три стадии забивания. Смотрите, первая стадия у человека снижается функция. Он, допустим, чувствует, что ему тяжелее ходить, стало тяжелее жить. Вторая стадия – это хронические заболевания. Третья стадия – это доброкачественные опухоли. Канал забивается, когда очень плотно, то тогда своя энергия там уже не движется в полной степени, и туда входит чужая жизнь. Доброкачественные опухоли – это уже начало вхождения другой жизни в твои ткани. Паразит туда вошел на тонком плане. Это не грубый паразит, как говорят там какие-то паразиты, это тонкие паразиты на тонком плане. И злокачественная опухоль – это когда этот паразит вошел в два канала сразу соседних. Если два канала забиваются одновременно, очень плотно, это становится причиной для злокачественной опухоли. Теперь, что побеждает эту ситуацию? Все очистительные практики побеждают. Но если человек кого-то не простил, если человек кого-то проклинает, если кого-то не простил, если человек находится в депрессии, если он кого-то ненавидит, если человек не хочет жить, то тогда даже очистительные практики не работают. Потому что вот эти вот типы мышления, которые я вам сказал, и еще мясо, потребление мяса, эти типы мышления плюс потребление мяса не дают возможности прочищать каналы слишком качественно. Понимаете, очищение идет, но вот эти вот жесткие энергии, которые как бы создают вот такой блок, и его невозможно вытащить из организма, это невозможно сделать без молитвы «раз» и без практики покаяния «два». Поэтому самая большая ценность у человека в жизни — это практика покаяния, очищения сердца от обид, злобы и ненависти. Понимаете? Не имеет значения к кому. Допустим, если вы какую-то страну ненавидите, это точно такая же ненависть, как к человеку. Потому что все виды ненависти возникают как влияние времени. Я уже говорил вам, что есть четыре стадии влияния времени на человека, как бы оно ни влияло. Первая стадия — это не наше. Или печень какая-то не такая бы, как я хотела. Она неправильно работает. Первая стадия — это не наша страна, это не наше, это наше. Это наша вера, это не наша вера. Это наш друг семьи, то есть это не наш человек, не для нашей семьи. Это ребенок какой-то родился не наш. Первая стадия разрушения отношений в длине времени — это вот эта стадия. Вторая стадия — хорошие и плохие, называется. У меня хорошая печень, у меня плохая печень. У меня хороший муж, плохой муж. У меня хорошие дети, плохие дети. У меня хорошая страна — это плохая страна. Это хорошая вера, плохая вера. И так далее. Длине времени разрушает эти контакты на второй стадии вот таким образом, через ощущение хорошей и плохой. Третья стадия — друзья-враги. Это враждебная страна, дружественная страна. Это больной орган или здоровый орган. Это я своего мужа, это не мой человек, я его не люблю. Он плохой человек. Понимаете, да? У меня ребенок негодяй. Понимаете, о чем я говорю или нет? Третья стадия — это просто время так влияет, и она создает такую ситуацию. Не то, что ребенок негодяй, не то, что страна плохая, не то, что вера плохая, не то, что муж плохой. Это все просто влияние времени. Это механика времени создает полярность. Понимаете? И четвертая стадия какая? Третья стадия, развод, злокачественная опухоль в органе. Война между странами, вражда, активная вражда между верами, с этими взрывами со всеми людей — это четвертая стадия влияния времени. Она может в разных пространствах влиять, в пространствах веры, в пространствах семьи, пространства моего организма, пространства между странами и так далее. Понятно, да, система? Как лечиться? Покаянием лечиться. Нужно просить прощения и прощать. Вот чем человек должен заниматься для того, чтобы вылечить время. Плохое влияние время на себя. И если время уже не влияет плохо, не будет злокачественной опухоли. У меня есть одна знакомая, вернее, как бы жила на этой земле. Ей было всего 25 лет. Когда она заболела раком матки. Она молилась со всей силы. Она жила в святом месте, но все равно погибла от злокачественной опухоли. Причина этой гибели, она мне сказала перед смертью. Я, говорит, все равно не простила свою мать. Я ее ненавижу. Все. Хоть молись, хоть не молись. Хоть живи, хоть постись. Хоть не постись. Хоть что делай. Злокачественной опухоли не избежать. Потому что если человек не может прощать свое сердце, если не может принимать судьбу, если он не может прощать, если он не может любить, если он не может жить в мире с одним собой, с другими людьми, то он никогда не сможет победить зло. Зло. Зло побеждается в своем сердце, оно не побеждается где-то снаружи. В этом заключается истина, которую мы должны все признать. И зло как раз и заключается в этом отношении к жизни. Допустим, у нас не такое, как надо правительство. У нас какое-то чужое правительство. У нас плохое правительство, давайте его свергнем. Четыре стадии, пожалуйста. И поэтому любовь является силой, меняющей все к лучшему. Понимаете, если мы можем любить, несмотря ни на что, значит все восстанавливается. В стране становится лучше. Понимаете, в стране начинается развитие. Мы не должны кого-то обвинять. Если мы кого-то обвиняем, значит мы разрушаем. Но это не касается тех людей, которые должны наказывать. Прокурор должен объявить срок. Правитель должен снять с должности. Страна должна защищать свои границы. Священная война означает та война, которая дает стране возможность быть крепкой, сильной и так далее. Это все понятно. Но это касается только тех людей, которые должны выполнять эту функцию. А все остальные люди должны стремиться к миру. И тогда будет гармония в нашей земле, в нашем организме и так далее. Я бы хотел услышать ваши вопросы. Совсем немного, несколько минут. Да, вот девочка. Вы? Да, девушка. Сыроедение нужно. Если человеку очень жарко жить, у него сильное воспаление, у него сильная слабость, он ничего кушать не может, он никак не может вылечиться, ему плохо, жарко, постоянно душно. Он начинает питаться сырой пищей и выздоравливает. А примерно укрешение укрепления? Нет, только при сильном жаре в теле. Давайте дальше ваш вопрос. Только не выкрикивайте из зала. Вот мужчина, там вы. Покаяние как осуществляется? Покаяние как осуществляется? Вот смотрите. Человек сам не может покаяться, потому что покаяние – это всего лишь принятие. Принятие происходит при достаточной энергии силы внутри тебя. Какой энергии? Энергии Бога. Человек не может сам переварить свою судьбу. Мы можем это сделать только с помощью чистой силы святости. Поэтому человек должен сосредоточиться на святости, служить ей, думать о ней, настраиваться на нее и просто вспоминать свой позор. То есть то, что ты сделал плохого – вспоминать это, помнить об этом. И есть в этом вспоминании следующие стадии. Первая стадия. Я могу об этом думать. До этого не мог. Например, приведу пример. Люди, допустим, девушка бросила мужа, она встает и говорит, мы расстались. Никогда человек не скажет, мы расстались, если ее бросили. Он может сказать, мне разрушили семью или меня бросили. Но если человек говорит, мы расстались, что это значит? Он не дошел до первой стадии покаяния. Это значит, он не может это вспоминать, об этом помнить. Он не может. Когда человек об этом помнит, он легко скажет, я бросила или бросила. Понимаете? Легко означает у него на этой есть силы. Первая стадия покаяния – принятие. Вторая стадия покаяния. Человек думает о святости, молится. Но при этом он не погружается вот в эту вот трясину своего сердца. Он молится, служит Богу, думает о Боге. В это время приходит память о поступке. И когда уже принятие есть, ты можешь хорошо, спокойно думать об этом. В этот момент приходит знание, что это плохо. До этого момента ты не знал об этом. Ты принял это, но ты не был уверен, что до конца, что это неправильно. На второй стадии четко ты знаешь, что это неправильно. У тебя нет сомнений. Третья стадия – понимание последствий. Человек продолжает молиться, вспоминает события, и тут бац, неожиданно. Он понял, что вот это, то, что он сделал, привлечет его вот к таким результатам в жизни, несомненно. И в этот момент, когда человек понимает последствия, он хочет вырвать из своего сердца этот грех. И дальше наступает интересная вещь. Он молится Богу, думает о Боге. И у него в сердце возникает чувство неприятия этого греха или восстания против него. И вот эта вот четвертая стадия восстания против греха, он не хочет никогда в жизни больше этого совершать. Является завершающим этапом покаяния. Человек утверждается в себе, что он так делать никогда не будет. И значит, что он от этого очистился. Светлый. Такие четыре этапа. Видите, вопросы о молитве всегда лучше, чем о своем теле. Правда ведь? Они не такие скучные. О теле тоже иногда надо говорить. Это тяжелые, скучные лекции. Ни разу по режиму дня, по питанию попросили в Питере почитать. Потом на середине лекции зал заснул. Пришлось говорить о жизни, о молитве. Потому что это более глубокая тема. Но здоровье тоже надо обсуждать иногда. Это важно. На первом ряду. В чем ошибка, если во время молитвы укачивает сомливость? Если во время молитвы укачивает сомливость, недостаточный вход. Понимаете, душа – это как проводник. Это как лампочка, которая имеет вход и выход. Когда ты недостаточно вдохновлена голосом или памятью о своем наставнике. Понимаете, есть два способа. Или сильно помнить наставника во время молитвы, или святости. Или слушать. Слушать легче, чем помнить. Потому что помнить только может тот человек, у кого сильный разум и включен. А если у человека не включен разум, он не может побеждать судьбу. Ему надо слушать и вместе с ним молиться, так же, как он. Тогда вход достанавливается, человек не спит. Допустим, он повторяет, он спит, значит, плохо слушает. Надо слушать означает повторять так же, как он. Потому что разум слушает повторением. Слушается. Разум слушается. Он слушает повторением. Допустим, ребенок, папа говорит, вот так, сделай так. Ребенок, сделай так. Что он делает? Включает разум. Ребенок, когда повторяет за вами, он включает разум. Человек, чтобы включить разум, должен делать так же, повторять такую же интонацию, точно так же, как тот, кто молится. В этот момент включается вход, и человек бодреет. Ему легче молиться становится, потому что он, энергия вошла. Теперь есть другая проблема. Энергия вошла, все классно, ты бодрый. Но у тебя ничего не происходит внутри. Ты не чувствуешь счастье от молитвы. Ты повторяешься, молишься, но счастья никакого нет, изменений никаких нет, прогресса никакого нет. Нарушен выход. Выход из души. Два вида выхода, может быть. Первый вид выхода. Я хочу всем помочь. Я желаю всем счастья. Я хочу всем помочь. Самый простой вид выхода. Я хочу всем помочь. Этот вид выхода естественный для человека. И он дает возможность человеку опыт духовный получать в результате. И второй вид выхода — это поклонение алтарю или святости, или твоему объекту поклонения. Когда человек поклоняется объекту поклонения, это более высокий способ выхода энергии души и более могущественный. Он реально побеждает судьбу. Он труднодостижим. Поэтому выберите, что вам проще. Где же есть наставник? Наставник приходит в жизнь, когда Бог этого хочет. Каждый секунду своей жизни человек имеет наставника. Когда на вас муж кричит и говорит, ты дура такая, ничего не соображаешь, это Бог вам говорит через него. Муж может кричать только в состоянии злобы или гнева, потому что мы близких людей не будем слушать в обычном состоянии. Но мы их и в необычном не слушаем, потому что мы наставления не хотим ни от кого принимать. Наставления всегда имеют только горький вкус. Следующий уровень наставничества — это когда человек слушает своего друга честного. Он ему говорит правду. Это тоже наставление. Вот, допустим, когда молодой человек вот здесь на этом беду, он начал говорить о моих недостатках, это ведь все было правда. Это и есть правда. То есть я действительно грубоватый человек, там не всегда я говорю правильно все людям. Но это правда для меня, а не для вас. Потому что если вы слушаете эту правду от него, вы оскверняетесь в отношениях со мной. Вы не можете от меня уже истину получать, потому что эта правда разрушает ваши отношения со мной. Это правда как яд, который он, такой человек, вливает в ваши уши. Но если он наедине мне говорит эту правду, я кланяюсь такому человеку. Потому что это для меня очень большая польза. Понимаете? Итак, правда — это то, что является следующим этапом наставления. Когда нам говорят какую-то правду про наши недостатки, это очень хорошо. Это нас развивает, даёт нам возможность двигаться вперёд. Следующий вид наставления — тот, который вы получаете. Когда человек ещё не хочет, не готов следовать какой-то вере, он должен получать наставления от нейтрального человека, который их даёт в виде лекционного материала. Этот вид наставлений тоже то, что Бог хочет. Это даётся определённым уровнем людей, которые ещё не готовят близкие наставления от старшего получать, но наставления им всё равно нужны. Следующий вид наставления — это наставление от наставника. Это ещё не духовник. Это просто старший друг. Он тебя учит жизни, но уже строго. Потому что наставления строгими не бывают. Они добрые, но в этой доброте всё равно есть строгость, потому что это правда, которую слушать трудно. Самый высокий вид наставления человек может получить, когда он очень сильно развит духовно. Это он получает себе духовный учителя, который ему говорит, что ты должен жить так, и ты будешь жить так всю жизнь. Если ты этого не делаешь, значит, тебе духовник не нужен. Теперь знайте, что наставник всегда и везде приходит в жизнь человека в тот момент, когда человек получает внутреннее развитие достаточное, чтобы это переваривать. Это так происходит наше отношение с Богом. И никакой здесь нет ни дефицита, ни дистанции. Только мы получаем внутреннюю возможность получить наставление, немедленно мы получаем наставника. Нет никакой дистанции между нами и им. И не будет никогда. Потому что это просто зависит от нашего развития. И всё. Точно так же, когда женщина достойна иметь мужа, она немедленно получает себе мужчину. Немедленно. У Бога нет никакого желания нас держать в дефиците. Когда мужчина достойен завести семью, он немедленно получает себе жену. Когда женщина достойна иметь ребёнка, она немедленно получает ребёнка. И когда заканчивается время, то человек немедленно об этом получает информацию. В этом мире нет никакого расстояния между нами и счастьем. Счастье находится прямо рядом с нами. И возможности все тоже находятся рядом с нами. Между нами и ими. Только наши грехи и наше невежество разделяют нас от нашей судьбы. Всё. Всё остальное ничего не разделяют. Нет никаких препятствий к тому, чтобы человек был счастлив на этой зиме. Кроме нашего невежества. А теперь мы будем его побеждать. Все сели прямо. Технику молитвы я уже рассказал. Мы очень внимательно слушаем старшего. И желаем всем счастья для того, чтобы из нас выходила эта сила. Когда лампочка загорится, лампочка нашей жизни начнёт гореть.